Значение сна для жиросжигания Сон невидимый боец за стройное красивое тело. Если вы не видите результата своих тренировок, то прежде чем повышать их интенсивность, попробуйте для начала выспаться. Нет режима, нет результатов. Некоторые считают, что сон бесполезная трата времени. Однако здоровый сон и стройная фигура неразрывно связаны. Не все люди знают, как работает их собственный организм. Давайте рассмотрим, как сделать сон своим союзникам, на пути к подтянутому телу. Сон поддерживает стабильный уровень кортизола. А недостаток сна увеличивает выработку гормона стресса, который разрушает мышечную ткань, являющуюся главным фактором обмена веществ, а также транспортирует жиры в абдоминальную зону. Во время стресса уровень этого гормона очень высок. Любая диета, даже дефицит калорий – это огромный стресс для нашего организма. Сон позволяет снизить уровень напряжения. Согласно исследованию Бельгийской лаборатории физиологии, в 2005 году у невыспавшихся людей уровень кортизола повышается днем и рано вечером, а у тех, кто спит, нормально – нет. Чем не очевидна связь здорового сна и похудения? Сон контролирует уровень глюкозы в крови. Замечали ли вы, что за недосыпом всегда следует переедание? Согласно исследованию американских ученых, в 2010 году касательно влияния сна на обмен веществ и гормональную систему, его недостаток влечет за собой целый ряд эндокринных нарушений и нарушений метаболизма. Признаками этого процесса являются чувство голода, усталость, которые организм воспринимает как сигнал для экономии и запасания энергии. Исследователи также заметили, что недостаток сна снижает чувствительность к инсулину и уровень глюкозы, которые являются важнейшими факторами профилактики диабета. Отсутствие сна и накопление висцерального жира. И вот мы подошли с вами к самому главному. Висцеральный жир – это жир, который сложнее всего потерять, и который является самой большой угрозой здоровью, поскольку он находится не прямо под кожей, а окружает внутренние органы. Если мы его не видим в зеркале, это не означает, что его нет. Ученые в 2009 году провели эксперимент, в ходе которого изучали воздействие света на животных. Они измеряли метаболические параметры, уровень мелатонина, а также различные изменения в поведении животных. Животных разделили на три группы. Одна группа подвергла стандартному воздействию света и темноты 12 на 12 часов, а вторая находилась без света 24 часа, а третья 24 часа подвергалась его воздействию. Ученые определили, что у животных, находившихся под воздействием света 24 часа, произошло более интенсивное увеличение висцеральной жировой ткани, чем у двух других групп. Также у этой группы отмечена низкая активность, раздражительность и повышенная возбудимость. Другое физиологическое исследование, проведенное в Чешской республике, подтверждает, что оптимальный вес людей тесно связан с режимом дня, а именно со стабильным 8-часовым сном. Крепкий здоровый сон помогает в похудении и удержании результата. Однако, следует учесть, что некоторые люди могут чувствовать себя прекрасно, отдыхая от 5 до 6 часов в сутки, другие 9 часов и больше. Но большинству из нас оптимальным будет отдых в течение от 7 до 8 часов. Главное правило, чем интенсивнее тренировки, тем дольше нужно спать. Сон влияет на эффективность тренировок. Любая трансформация нашего тела зависит от восстановления. Именно во сне происходит похудение, выздоровление, восстановление поврежденных мышечных тканей. Не восстановившись, вы не сможете эффективно тренироваться. Поэтому важно обеспечить себя достаточным отдыхом, который поможет не только увеличить эффективность тренировок, приближая их результат, но также поможет контролировать аппетит, подарит ясность мыслей и станет бесценным вкладом в здоровье. Что делать, чтобы хорошо спать? Здоровый сон одинаково важен для похудения и роста. Поэтому, если вы всерьез намерены завтра стать лучше, чем сегодня, то соблюдайте следующие правила. Воздержитесь от кофеина вечером. Не тренируйтесь поздно вечером. Тренировку лучше закончить хотя бы за 45 минут до сна. Не пейте много воды перед сном. Телу требуется примерно час для устранения избытка жидкости, чтобы вы могли спать всю ночь. Научитесь ложиться в одинаковое время, даже в выходные дни. Не спите слишком долго в дневное время. Для восстановления сил хватит 20 минут. Найдите любимую позицию для сна. Если расположить подушку под ногами, то это позволит снять напряжение со спины. А если любите спать на боку, то попробуйте положить подушку между ног для большего комфорта и поддержки бедер. Используйте подушки правильного размера. Ночью обеспечьте себе полную темноту. Выключите свет, закройте шторы, прикройте огни и электронных приборов. А еще лучше отключите все устройства. Ешьте белковую пищу. Курица, творог, яйца, йогурт на ужин. Поскольку в ней содержится важная для крепкого сна аминокислота – криптофан. Если ничего не помогает, то попробуйте пить успокаивающие травяные чаи. Нужно попробовать все доступные методы, прежде чем подключать тяжелую артиллерию. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok